доброе утро добрый вечер добрый день доброй ночи дорогие зрители добро пожаловать на канал медиа метрикс я адрей карпов ведущий и автор программы польза мир и эта программа судит для служит для того чтобы максимальное количество информационного поля полезной информации лайфхаков советов рекомендации дать вам обширной аудитории наших зрителей от людей которые являются экспертами в каких-то своих определенных областях в этой студии на медиа метрикс и здесь в санкт-петербурге и в москве у нас выступали замечательные совершенно известнейшие люди включая мировых бизнес тренеров бизнес спикеров авторов книг мировых бестселлеров как правило действительно в основном у меня выступали скажем люди из мира скажем тренингов бизнес подготовки и так далее но в последние несколько месяцев я стал частенько приглашать к себе в студию реальных действующих предпринимателей российских тех которые в бизнесе сегодня успешны много чего достигли много чего прошли приобрели колоссальный опыт иногда хороший иногда плохой плохой опыт я считаю что еще более ценен и не успехи какие-то неудачи потому что они формируют личность человека это что они рассказывают своих областях это как правило очень полезно особенно людям молодым которые имеют возможность пообщаться с опытными предпринимателями и в этом смысле программа мне кажется будет всем 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 полезно сегодня у меня в гостях человек особенный я правда так часто говорю но тем не менее чек особенно потому что это первый российский предприниматель который старше меня с точки зрения его присутствие в бизнесе в россии знакомьтесь пожалуйста александр юрьевич романенко глава владелец компании advex эта компания риэлторская и и мы сегодня во многом будем говорить про недвижимость потому что александр юрьевич разбирается в этих вопросах ну на раз-два лучше многих 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 и поэтому мы будем вам какие-то опять же в процессе программы давать какие-то советы рекомендации лайфхак лайфхаки в области недвижимости мне кажется что это для вас будет очень полезно здравствуйте александр юрьевич добрый день дорогие россияне спасибо большое андрей за приглашение ну мы с александр ющем достаточно давно знакомы но я про его бизнес знаю честно говоря немного поэтому здесь все будет в процессе импровизации мы будем с вами вместе знакомиться с этим процессом александр дорогой расскажите пожалуйста как вы вообще в бизнесе это оказались с 88 года ну на самом деле моя карьера первая складывалась достаточно успешно начали как спортсмена потом как профессионального тренера то есть я был тренером по легкоатлетике и успешным у меня были ученики которые входили кандидатами сборной советского союза по бегу на средние дистанции я был старшим тренером профсоюзов то есть это такая очень уважаемая позиция в силу точки зрения что это талоны сборы экипировка вот все было как бы вроде как моих руках и вдруг в один прекрасный момент я ушел в кооператоры что произошло но дело в том что и в то время тоже были свои трудности в частности вот один из самый мой лучший ученик по фамилии по имени яши шинкерма он был не выездной потому что у него был пятый пункт к сожалению сегодня трудно в это поверить но вот в середине 80-х людей не выпускали за границу вот и поэтому как он быстро не бегал хотя он был рекордсменом мира если даже сидел среди евреев вот то он был не выездных один раз он выехал только выиграл динамиаду но я поругался за всеми чиновниками в спорткомитете советского союза тогда в общем и когда вышел закон о кооперации решил что надо попробовать в чем-то новом это такой ответ чиновникам да и хотя с такой хотят искать дать но большинство людей которых у меня знали сказали что да что с головой не в порядке потому что с такой позиции люди не уходили тогда вот и так вот я начал свою кооперативную деятельность естественно как всегда то время большинство людей начинают бизнес со своими друзьями что в общем на самом деле не могу сказать что это было очень хорошее решение но а с кем еще было тогда начинать конечно и вот ваш кооператив чем он занимался какие виды деятельности или как обычно в те времена всем подряд особенно компьютерами да ну действительно так получилось что начали мы с компьютеров потому что у меня был уже опыт выезда за границу я привозил обычно один компьютер таскать его начиняли программным обеспечением продавали получали 300 400 процентов прибыли это скайте на эти первые деньги мы начали существовать но нам повезло потому что мы стали искать людей талантливых и тогда приглашали всех кого находим под них до открывали отделение и нам очень приятно что у нас очень талантливые люди работали ну там например татьяна парфенова у нас начинал он был такой отдел парад дизайн это было первое тогда еще в советском союзе такой частный бизнес по дизайну вот у нас там был геннадий моисеев трехкратный чемпион мира мы продавали мотоцикл и ктм тогда еще добыла бюджетная сфера потому что все крупные заводы советского союза имели свои команды и так далее мы занимались нетрадиционными видами медицины вот как ну в те уже через год мы начали вообще построили конвейер небольшой по сбору компьютеров но до момента когда только вышел уже артем тарасов со своим великолепным на самом деле проектом когда он по бартеру вывозил знаете отходы сырья получал компьютеры тут как бы этому бизнесу пришел конец вот но слава богу к тому времени мы заработали немного денег вот я сделал второй такой тоже шаг необычные я поехал учиться в америку это очень круто то есть ну просто вот наверное вы были один один из первых российских предпринимателей ну так сказать до начинающих да кто поехал учиться в штаты но это действительно было так и более того когда я приехал в америку не попал калифорнийский университет городке реверсайд это под под лос-анджелесом как потом выяснилось мой уже там декан факультета сказал что во первых там трижды его посещали сотрудники цру вот там ходили за мной как за две недели там меня проверяли потому что рядом с реверсайдом был президентский аэропорт мариновали да ну и вообще как бы непонятно было что это за русский сюда приехал такой вот но слава богу все обошлось то сказать без всяких комп санкций вот меня оставили в покое они поверили что вы не по легенде а по-настоящему в общем да это правда без пароля я просто человек учиться приехал но я представляю какой для них был шок русские советские приехал учиться в штаты в университет я думаю что это было очень большим шоком чего они вас там научили ну на самом деле честно вам скажу все что я учился с точки зрения менеджмента маркетинга первые годы в общем ничего это не применилось потому что да у нас все было по-другому вот и казалось бы может что никогда бы не пригодилась но вы знаете в 98 году когда был тяжелый кризис петербурге когда был передел рынка с криминальными структурами и 7 крупнейшей компании петербурга обанкротились оставив на самом деле тысячи людей без денег и без квартир вот адрес тогда был третий по величине компаний в санкт-петербург санкт-петербурге вот и давление было очень сильное вот именно этот опыт американский мне помог потому что ну уже все как бы таскать уже мы уже были на последнем издыхании потому что клиенты не шли в адрес все боялись нести деньги говорили что мы в рухнем завтра вот и я вспомнил что в таких случаях нужно найти какого-то партнера в сопутствующего бизнеса и я пришел к александр макарова то времен был президентом финансово-промышленной группы ростро один из крупнейших тогда девелоперов застройщиков и мы обменялись пакетами акций вот но менялись таким образом во первых мы стали продавать то что он строит а самое главное что он естественно как бы купил начале нашей акции дал нам за них деньги а я же платил за за акции позже вот и таким образом мандиты срут тут же от нас отстали вот мы на следующий день провели пресс-конференцию и вот этот вот западный опыт на самом деле помог спасти бизнес удивительное дело кого-то наруж когда сработало дать но сейчас-то я думаю что тот тот то чему вас учили в америке еще там в начале 90-х часто уже наверно по полной программе нужно все-таки уже больше ну да конечно даже это сказать все это заработал у нас начале двухтысячных то есть все все принципы маркетинга в этой все это сказать новые проекты которые тогда нам казались совершенно непонятными в америке они оказалось искать все 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 могут быть применены вообще у нас россии на самом деле работает отлично я знаю про вашу компанию что вы в месяц осуществляете тысячу сделок я знаю что их за период существования там было больше ста тысяч и знаю что нет ни одного пострадавшего клиента это вот внимание очень важный вопрос для риэлторской компании пострадавшим является тот кто потерял деньги и не приобрел таскать квартиру соответственно наверное это очень редкая статистика я правильно понимаю ну я на самом деле очень горжусь этой статистикой я думаю что мы может быть и единственная такая компания в петербурге с такой истории долголетней я не говорю про молодые компании конечно таскать я думаю что сейчас таких компаний много но вот за 26 27 лет это важно конечно у нас были два случая когда были совершенно такие вот у нас я бы сказал очень высоко профессиональное мошенничество вот в данном случае просто компания мы просто очень бережем свою репутацию просто на свои деньги покупала квартиры нашим клиентам вот но это было на самом деле в начале 90-х не буду рассказывать про эти случаи что я не воспользовался категорически но еще раз хочу сказать конечно бывают клиенты недовольны и в адвоксе они тоже есть потому что в целом уровень риэлторов которые работают на рынке санкт-петербурга он оставляет желать лучшего и конечно нашей компании там из 1200 там риэлторов условно говоря сказал так там где-то там 25 процентов это люди очень высокопрофессиональные остальные среднего уровня и даже может где которые не дотягивают но к сожалению в силу того что нет барьеры доступа в профессию и сегодня любой человек даже к сожалению человек который может выйти извините меня из местный столь отдаленных из тюрьмы может за 200 рублей напечатать визитную карточку на следующий день и сказать что он риэлтор что абсолютно недопустимо я считаю поэтому мы так боремся за то чтобы все-таки были законы и в нашей области тоже а вот расскажите вообще в принципе но я не знаю про рынок россии может быть более конкретно петербурга вообще риэлторский рынок какой он потому что людям с точки зрения безопасности приобретения недвижимости и так далее это очень важно то есть вот начните сначала про поляна на которой вы работаете чтобы создалось но какое-то правильное впечатление что есть на самом деле сейчас ну на самом деле сегодня конечно нам уже ну в общем повезло потому что рынок достаточно безопасных хотя в нем и есть конечно определенные угрозы вот но самое главное еще раз подчеркнула тот та самая ситуация 98 года вернусь немножко в шан очень важно вот и что в тот в то время банки не работали вообще с риэлторскими компаниями то есть можете представить все деньги клиентов они были в тумбочке и чтобы было понятно это два три четыре миллиона долларов каждый день и понятно у собственника бизнеса всегда есть желание что-то они лежат вот надо же куда-то использовать и почему бы там не вложить куда-то землю не купить или в долевое строительство может быть даже там квартирку себе купить там на моечке а может быть так сказать яхточку купить и так далее вот мы в частности вкладывали деньги тогда в ипотеку который тоже не было тогда то есть это было псевдо ипотека и причем клиенты были очень довольны хотя платили нам по 6 процентов в месяц в месяц подчеркиваю до 98 год вот но вот именно после этого кризиса было принято я тогда был как раз президентом ассоциации риэлторов санкт-петербурга решение что деньги клиентов это тобой их трогать нельзя ни в коем случае никогда и они вообще должны быть в банке ну и вот после этого же деньги клиентов хранятся либо в ячейке либо на счетах там работать через возможно через аккредитив и так далее и это очень важно и сегодня я надеюсь ни одна компания риэлторская не залезает деньги клиентов что дает гарантии того что деньги будут сохранности это очень важно вот сегодня в петербург очень повезло потому что сегодня представляете мы по количеству сделок в новом строительстве практически на первом месте в россии мы обезжаем даже москву почему потому что с точки зрения соотношения цены и качества петербург на первом месте то есть привлекательности это все также центр до люди сюда едут учиться вот все равно центр науки центр культуры а цены все-таки в полтора раза ниже чем москве и поэтому для многих москва слишком дорого и эти все люди едут в петербург вот поэтому нам грех жаловаться несмотря на то что мы говорим вот стагнация рынка там тем не менее в питере очень благоприятная обстановка и намного лучше чем других городах россии вот но мы понимаем также что у нас ждут не очень хорошие времена но хочу сразу сказать что даже сми подогревает эту ситуацию говорят что в связи с теми изменениями которые внесены закон 214 для вам строительстве с 1 июля вступает проектное финансирование что означает что состройщики не смогут больше пользоваться деньгами клиентов деньги клиента будут попадут начали в банк на специальные счета а застройщик будет брать или девелопер будет брать кредит в банке то таким образом это приведет конечно к удорожанию себестоимости метра лишь вот насколько приведет но по разным оценкам приблизительно на 5-6 процентов вот но в силу того что вообще все дорожает нашей стране искать и транспорт и строительные материалы и все остальное это конечно реально может привести на увеличение стоимости где-то процентов на 10 надо торопиться сейчас пока с одной стороны с другой стороны слава богу что после такой массированной атаки на наших чиновников и деятелей законодательной думы все-таки сейчас было принято разумное решение что те строители которые уже построили 30 процентов проекта они будут продолжать работать по 214 что означает что большая часть проектов которые сегодня на рынке будут достраиваться таким же образом и и соответственно застройщики смогут пользоваться деньгами клиентов это очень важно для того чтобы переход к проектному финансированию был более гладкий поэтому не нужно паниковать цены немножко подрастут но но не но немного потому что большинство проектов напомню еще раз будет под тем же ценам работать другое дело что этот процесс же заметка какое-то время что будет там 20 21 году я думаю что вот к середине двадцатого года цены начнут расти вот и здесь конечно ну вот надо будет внимательно быть и смотреть за тем кто там до динамикой цен и но сейчас получается что просто ажиотаж то есть люди пытаются быстрее купить долевом строительстве успеть купить по старым ценам но для нас риэлтор с одной стороны это хорошо с другой стороны хочу сказать что но не надо так сказать паниковать не надо спешить не будет вот какого какой-то я мы там или это сказать какого-то скачка в ценах все будет более-менее ровно другое дело что нельзя не отметить тот факт что конечно очень тяжело придется маленьким средним компаниям есть у нас строительные компании застройщики и подрядчики им будет сложно особенно тем кто делал небольшие проекты и особенно в области для них вероятность того что банки дадут им финансирование очень мало а где как ему достраивать слава богу у кого есть свои собственные средства нет проблем но ведь таких единицах поэтому с этой точки зрения особенно внимательно досмотреть людям которые вкладывают проекты в области и если это небольшие компании с точки зрения вообще ну здравого смысла предпринимателя у нас много в стране кривой а так сказать законодательная база или еще что то что сейчас представляет большую проблему в именно в вашей отрасли в недвижке с точки зрения опять же законодательной базы там инвестиционного климата я уж не знаю да нет ну конечно спасибо за отличный вопрос потому что всегда говорят о том что ну вот ну вот он вы знаете у нас много профессии да там врачи там например там инженеры но все равно строители но все-таки у всех есть какой-то уровень образования но есть какой-то доступ профессию надо обязательно чтобы люди были с образованием чтобы они сдавали экзамены чтобы не была какая-то ответственность что можно было их посчитать хотя бы если что-то произошло найти этого человека это чрезвычайно важно в нашем бизнесе получается вы можете поработать с риэлтором не дай бог что это произойдет где этот риэлтор где ваши деньги непонятно поэтому потому что нет закона нет барьера доступа и конечно это очень важно чтобы все-таки закон был принят ближайшее время вот я очень верю в то что все-таки это удастся сделать сейчас ближайшее время впервые будут приняты профессиональные стандарты риэлтора министерством труда что по крайней мере можете придать через 25 лет легализует эту профессию потому что сегодня профессии риэлтор нет в реестрах в реестрах да их нет ни стандартов нет ничего нет то есть они есть только в добровольных объединениях риэлторов в российской гильдии риэлторах ассоциации риэлторов санкт-петербурга но это все добровольно так откуда клиента про это знает поэтому это очень важный вопрос и конечно мы очень верим в то что все-таки это будет сделано причем самое важное чтобы вот когда люди говорят о том что зачем это нужно это нужно в первую очередь исходя из защиты прав потребителей закон должен быть написан исключительно из защиты права потребителя когда мы сможем защитить да нам будет тяжелее работать да у нас будет больше обязанностей нас будут все время проверять но только это даст возможность провести черту от тех людей которые не должны оказывать эту услугу таким образом доля рынка у нас будет больше да нам будет тяжелее работать но в целом наш бизнес выиграет то есть получается на самом деле из-за того что принимаете вот этот закон который вступает в силу там с первого июля до вроде как тоже предполагается что это с точки зрения безопасности рынка до безопасности сделок ну по крайней мере в голове у чиновников да видимо но с другой стороны самая это большая опасность представляет непрофессионализм людей которые работают на и риэлторском рынке как частные лица да ну да но здесь надо просто разделять что то есть вот бизнес к связанные с новым строительством и именно риэлторскую услугу в точке зрения проектного финансирования на самом деле понятно желание да так наших это сказать грубо говоря депутатов сделать работу и здесь и сделать судьбу людей которые инвестируют деньги долевое строительство более безопасными более защищены это правильное решение еще раз подчеркну это решение абсолютно правильное другое дело что надо очень важно сделать вот этот переход более гибким и мягким чтобы никто не пострадал а у нас как всегда ну узнаете хотели как лучше вот поэтому поэтому пострадает часть как бы небольшого бизнеса опять и это конечно печально вот но с точки зрения защиты права потребителя это это абсолютно правильное решение понятно и садович теперь давайте попробуем дать некие вот опять же советы лайфхаки рекомендации с вашей стороны но вот люди кто-то кто нас смотрит сегодня наверняка кто-то собирается купить квартиру но я даже не имею ввиду как инвестиции я не веду скорее просто как жилье как улучшение своих там жилищных условий какие бы вы дали рекомендации как специалист профессионал в своей области все-таки компании 26 лет вы уже как бы действительно тут уже зубр волк дайте какие-то вот эти рекомендации людям для того чтобы обезопасить максимально для себя сделку все-таки это как правило но такая эпохальная для людей сделка со многим количеством денег рисков страхов опасений и так далее спасибо андреев абсолютно право дело в том что к сожалению вот в отсутствии законодательства даже риэлторы иногда не могут объяснить за что они берут деньги вот это вот может можно улыбнуться до таскать но а какого клиента вы не говорит будет за что деньги то берите вообще мы это должны там целый год пахать я же не говорю про те кто в шахте работает да а вы тут за одну сделку от пост выставили в рекламу и получили свои там 200 тысяч рублей что где справедливость вообще куда государство смотрит вот поэтому на самом деле это опять-таки к уровню профессионализма если мы говорим про реально профессионалов риэлторского бизнеса их не так много до порядка там 20 процентов то действительно люди которые помогут сохранить вам деньги что делает риэлтор на самом деле в первую очередь риэлтор когда условно гости вы работаете с продавцом он должен посмотреть вашу квартиру он должен подготовить ее к продаже он должен там сделать все необходимое дам чтобы квартира выглядело имела естественно продажный вид самому клиенту сделать практически это очень сложно и практически невозможно второе он должен составить план продвижения квартиры маркетинговый план да где квартира будет рекламироваться как это сделать так чтобы она вышла одновременно во всех средствах массовой информации на всех и ведущих порталах самое главное дальше он должен сконцентрировать этот спрос то что большинство риэлторов делать не умеет то есть не не то что там вам позвонил клиент я хочу посмотреть и вы бежите вам показывать это неправильный подход вы должны показать эту квартиру там два-три дня когда у вас будет 5-6 потенциальных покупателей таким образом между ними вы сможете сделать определенную конкуренцию и выбрать действительно того клиента который даст больше денег таким образом вы выйдете правильной ценой для продавца это нужно уметь делать и дну и дальше естественно после проведения переговоров нужно все правильно оформить довести сделку до конца для того чтобы они получил документы на право на собственность другой получил деньги вот и если посмотреть в целом по рынку то те люди которые сами пытаются продавать квартиры они продают эти квартиры и теряют деньги если они не работают с риэлторами потому что вот эта разница между рекламной ценой рекламной продажи особенно сегодня на стагнирующем рынке разница 5-8 процентов и когда клика риэлтор хочет чтобы мы заплатили 4 процента на самом деле это абсолютно сопоставимые вещи я же не говорю о том что ну как работают вообще все все другие рынки когда вы просто за клик когда вы нажимаете на на компьютере платить 10 процентов дата сказать которые вас вас снимают когда вы переводите деньги то скрыть или там хотите получить наличные так далее то есть в принципе главное чтобы риэлтор был профессиональный а как его найти водка как найти риэлтор как разобраться в этой вот массе людей которые бегают естественно что не надо спешить вот это очень важно в первую очередь нужно работать с риэлторами по рекомендации спросите своих знакомых спросите родственников у кого есть позитивный опыт работы с риэлторами это первое но если уж нет ни у кого тогда обязательно работайте с теми риэлторами которые входят в компании которые входят в ассоциацию риэлторов местно назвали бренда компании локальной до в каждом почти городе есть ассоциации риэлторов посмотрите если эта компания в реестре посмотрите если в этой компании работает ли этот человек посмотрите если у него аттестат понятное дело что конечно наличие аттестата это говорит о том что человек получил образование сдал экзамен это не всегда подтверждает его высокий профессионализм. Но, по крайней мере, это подтверждает, что он не мошенник. Это первое. Это уже хорошо. Второй момент. А как вот насчет профессионализма? Опять вопрос. Как? Здесь обязательно, если ты опытный риелтор, у него должна быть страничка на сайте. Если у меня страничка на сайте, у него должны быть отзывы клиентов. И еще второй момент. Ну, условно говоря, кто-то может быть даже сделать страничку. Ну, представьте себе, что он может быть там сам написал какие-то отзывы. Хотя это маловероятно. Но так тоже бывает. Встретитесь как минимум с тремя агентами разными. Спросите их. Сделайте свой выбор. И только после этого заключайте договор. Не спешите подписывать договор с первым попавшимся риелтором. Это очень важно. Еще раз подчеркиваю. В каждой семье должен быть семейный риелтор. Это очень важно. Так же, как семейный врач. Семейный врач. Да, понимаете? И, к сожалению, сегодня много у нас риелторов, которые не отвечают международному уровню. Но мы верим, что рынок будет потихонечку освобождаться от этих людей, потому что конкуренция будет выше. Главное, чтобы был барьер доступа, чтобы было образование и чтобы было страхование этой самой ответственности тех риелторов, которые работают. И чтобы было понятно, с кого спросить. Чтобы нотариусы и банки всегда могли записать, какой номер аттестата у риелтора. Тогда нет проблем. Всегда можно понять, кто виноват. А кто эти аттестаты выдает? На сегодняшний день аттестаты выдает Российская гильдия риелторов. То есть это система сертификации, которая соответствует закону АСРО. Но пока это все добровольно. Поэтому этого недостаточно. Я так понимаю, что далеко не у всех риелторов, реально существующих на рынке, есть такая аттестация. Сегодня в Санкт-Петербурге у нас 2500 риелторов, у которых есть аттестат. А всего работает приблизительно 12 тысяч. То есть порядка, грубо говоря, меньше 20%. То есть с точки зрения управления вероятностями первая задача это узнать, есть ли аттестация у вашего потенциального риелтора. Совершенно верно. Хотя бы начать с этого. Еще раз подчеркиваю, все-таки в этом бизнесе очень важны рекомендации. А рекомендации, вот вы сказали, на сайте. На сайте компании или это все-таки индивидуальный какой-то сайт? Чаще всего, естественно, когда мы говорим про физическое лицо, у него должно быть, на его сайте должны быть рекомендации. То есть у него свой персональный сайт. Совершенно верно, да. Рекомендации. А вот вы-то своих риелторов, у вас там свыше тысячи человек. Вы их как-то готовите еще дополнительно? Наверное, первая компания, может быть, в России с точки зрения инвестиций в образование наших агентов. То есть мало того, что у нас есть своя школа, которая работает уже больше 20 лет, да, и как бы это... То есть обязательно человек не может работать у нас риелтором, пока он не пройдет школу, не сдаст экзамены. Ну и кроме этого, они каждый год повышают свою квалификацию. То есть для этого у нас каждый месяц у нас 2-3 семинара с ведущими тренерами России, которых мы приглашаем, которые читают для наших агентов, поэтому тем самым мы повышаем их профессиональный уровень. Это чрезвычайно важно, потому что, ну, это как, знаете, если ты не учишься, все равно как велосипедист. Кончил кредит, педаль и упал. Так и у нас. Вот. А все время столько новостей, изменений в законах и, естественно, новые технологии. Всему этому надо учиться. Покупка, продажа квартиры вообще, ну, это история, мы говорим, что такая высокорисковая, ну, или, по крайней мере, вызывающая у людей беспокойство, да, всегда. Это стресс. Да, это стресс. Деньги большие достаточно для многих людей. Зачастую последние, да, то есть риски такие вот высоченные. Есть ли какие-то виды мошенничества, может быть, которые вы знаете, которые можно распознать там на каком-то первом шаге или на втором шаге? То есть, ну, хорошо, убедились в том, что, например, из компании Икс, вот, риелтор Иванов имеет аттестацию, да. Что еще вот может быть здесь важной для безопасности? Ну, вы знаете, самые простые вещи. В любом случае, откуда бы к вам не пришел риелтор, все равно обязательно сходите в офис компании. Ну, вот, если нет офиса, это первый показатель, что что-то здесь не так. Я не хочу сказать, что все риелторы, которые работают самостоятельно в виде индивидуальных предпринимателей, да, что они мошенники. Но, во-первых, очень мало их, это первое. Второе, в любом случае, если даже они сегодня работают ККП, у них есть история работы в крупных компаниях. Это всегда можно проверить. Наличие офиса очень важно. Если офис компании хороший, современной техникой, если он работает много лет, это уже все-таки большой позитив. А на вашем рынке очень важно, наверное, да, вот как раз длительность работы компании. И дело в том, что вообще, ведь если говорить про нашу профессию, важнейшим фактором является доверие клиента. Потому что, я объясню, в чем дело. Потому что, ну, все мы когда-то продавали, там, кто-то свою машину, там, не знаю, кто-то компьютер или, там, магнитофон. Всегда продавец хочет получить свою вещь, немножко больше денег, чем она стоит на рынке. И это нормально абсолютно. Когда у нас рынок стагнирующий, естественно, нужно выйти с правильной стартовой ценой. То есть, нужно объяснить клиенту, если он хочет продать, с какой ценой нужно выйти. Для этого нужно, чтобы клиент вам верил, как профессионалу. Словно говоря, клиент говорит, я знаю, что дядя Маня, высший этаж, он продал за 3 миллиона. И я хочу тоже 3. А вы знаете, посмотрев реальную цену сделок, а только риэлтор владеет, только риэлтор, подчеркиваю, у него есть реальные цены сделок. Статистика. Можно сказать, что, да, выставлены-то за 3, но средняя цена продаж-то вашей квартиры однокомнатной – 2,850. Плюс у нас есть статистика, что в среднем сделки однокомнатной в таком-то районе продаются, допустим, на 8% ниже. И самое главное, вы объясняете, посмотрите, вот есть, если это типовой дом, условно говоря, вот есть 50-ый однокомнатный квартир. Как вы думаете, покупатель пойдет какую квартиру смотреть? Та, которая дешевле. Если вы выставите ее за 3 миллиона, даже никто не позвонит. Все пойдут смотреть квартиры, которые стоят 2,850, 2,900. А сколько таких потенциальных покупателей? Ну, 5-10 человек. Поэтому, если вы вышли не с ним правильной ценой, вы потеряли время. А уже дальше как бы все работает по статистике. Самое эффективное время продажи – это первые три недели выхода объекта на рынок. Если вы вышли не с ним правильной стартовой ценой, вы потеряли эти три недели. И даже потом вы начинаете снижать, вы уже все время опаздываете за рынком. Поэтому это так важно. А это когда можно сделать? Когда риелтор, если он высокопрофессиональный, он объяснит, почему надо выйти с правильной стартовой ценой. Первые 20 лет российским риелторам везло просто безбожно. Рынок все время рос. Поэтому даже когда клиент выходил и говорил, я хочу 3 миллиона, кренка – хорошо, подписывал за 3 миллиона и ждал. За 3-4 месяца рынок вырастал до 3 миллионов, он продавал квартиру. И все были в части. Но сейчас другое время. Уже 5 лет рынок стагнирующий. Нужно уметь работать по-другому. Если вы не перестроитесь, не научитесь работать, вы останетесь без работы. А нет, хуже для риелтора, если он, представьте, заключает договора и ничего не продается. Значит, он не профессионал. А если он подписывает такой договор, то на самом деле он совершает преступление профессиональное. Потому что именно он, как профессионал, должен объяснить, почему надо выйти с правильной стартовой ценой. Потому что если он выходит неправильной стартовой ценой, то клиент теряет время и деньги в результате. Понятно. Александр Ильич, вот еще такой вопрос. Опять же, мы все обсуждаем риелтора как профессию, как специальность. Ведь, насколько я понимаю, вход вообще в риелторы, в агенты, он достаточно простой для людей. То есть, по большому счету, у тебя должен быть здравый смысл. Совершенно не требуется никаких финансовых, больших, по крайней мере, серьезных вливаний. Но тем не менее, ведь фактически любой ваш сотрудник, там из 1200 человек, это практически некий предприниматель. Предприниматели, которые, собственно говоря, участвуют в прибыли от сделки, но тем не менее, не вкладывает своих денег. То есть, он не рискует, в отличие от абсолютного большинства предпринимателей, в другой сфере. Вы знаете, наша профессия вообще совершенно уникальна. Это потрясающая профессия. Если мы возьмем цивилизованные страны, риелторство – это вершина предпринимательской деятельности. Вершина. На всякий случай напомню, в 96-м году на финише выборов президента США Боб Дойл проиграл 2% всего Биллу Клинтону. Он брокер по недвижимости. Ну, понятно, в нашей стране это невозможно пока, но все-таки это говорит об уважении к этой профессии. Вот. А дело все в том, что, посмотрите, действительно, вход в профессию, ну, если не учиться, конечно, можно выйти, но я категорически против. Но даже если вы учитесь, это курс всего лишь в районе 40-50 часов. То есть, за 3 недели вы реально получаете минимальное образование, которое вам необходимо. Дальше, что еще нужно? Да практически ничего. Вы начинаете работать в поле. Нужно иметь запас денег, чтобы вы могли прожить первые 5-6 месяцев. Если у вас есть деньги, чтобы прожить, или, слава богу, может быть, там, жена, которая у вас, или муж, который вас кормит, или родители, то за 6 месяцев вы, если вы работаете организационно правильно, у вас есть все шансы сделать первую сделку. Но все ли могут быть риелторами? Нет, к сожалению, риелторами становится только 20% людей. Это люди, которые высокоорганизованы, которые могут быть хозяевами своего времени, потому что у вас нет рабочего графика. Вы можете спать в 11, вы можете спать до обеда, а нужно работать каждый день. Нужно повышать не только свою базу данных тех клиентов, с которыми вы сейчас работаете, но и потенциальных клиентов, которые потом, может быть, через год, через два станут вашими клиентами. Ее нужно создавать каждый день. Ну и самое главное, смотрите, в нашей профессии нет потолка заработка. Лучшие сегодня агенты в Петербурге зарабатывают 2, 3, 4, 5 миллионов рублей легко в год. У нас нет возрастного ценза. Самые успешные риелторы – это риелторы в возрасте 50 лет, хотя есть и такие уникумы, которые 25 лет становятся лидерами в своих компаниях. Но в целом это профессия людей, которым доверяют. Поэтому это люди, которым уже больше 40. И третье – у нас самые успешные женщины. У нас нет никакой дискриминации по половому признаку. 80% компаний женщины непрекрасно работают. И, в общем, на самом деле у них в жизни складывается все по-другому, потому что они сами становятся хозяевами своей судьбы. И они уже выбирают мужчин, а не наоборот. Ну, то есть, фактически некая самодисциплина, высочайший такой тайм-менеджмент, самоорганизация, плюс некие способности к переговорам, к общению с людьми. А вот это, наверное, и есть некий такой набор. Нет, совершенно верно. Я честно скажу, я как бы начинал свою карьеру агента в Америке. Я сам по своей структуре, по психологическому, я не риэлтор. Я иногда делаю сделки, каждый раз, когда он заканчивается, я говорю, господи, слава богу, что я не риэлтор, спасибо. Потому что это так сложно. Потому что мне все время хочется клиента послать. Потому что клиенты разные, а он клиент же всегда прав. Вот. И поэтому это очень сложная работа, тяжелейшая с точки зрения психологической нагрузки. Почему и женщинам легче? Потому что, конечно, вы знаете, им легче разговаривать. Там все знают, что женщина 20 тысяч слов говорит, а мужчина только 8 в день. Поэтому, конечно, у нас много недостатков. У нас много недостатков, да. Поэтому не каждый может этим работать. Но если вы можете, обладаете этой способностью, вы можете достичь очень больших успехов, потому что это бизнес исключительно, Андрей, вы правильно сказали, правильной организации своего времени. Если вы правильно организовываете, отдавая свое время и делаете то, что вы наметили, вы будете успешными. 100%. Вот очень важно сейчас для наших зрителей услышать, что действительно возрастного ценза нет. Вот это очень важно. Многие люди, вот мои ровесники, так сказать, одноклассники, одногруппники в возрасте 50+, сейчас имеют реальную проблему найти работу для себя. Причем я не могу сказать, что это люди глупые, там, бестолковые, там, или еще что-то. Но тем не менее, в большинстве абсолютном профессии на рынке есть вот этот вот, ну, возрастной какой-то, ну, ценз, так его и назовем. А здесь нету, здесь все открыто для вас. И если у вас есть еще энергия, силы, здоровье и желание самое главное, да, так сказать, стать предпринимателем фактически в безрисковой зоне, дальше только ваш труд, то, наверное, в общем, профессия риэлтор – это для вас, наверное, это так. Да и спасибо, вы так классно прорекламировали нашу профессию, но это правда, это абсолютная правда. И поэтому действительно в этом плане эта профессия уникальная, и очень хотелось бы, чтобы она еще была защищена по закону, ну, и тогда вообще, так сказать, все будет шоколадить. Не, Александр Ильич, я же тоже слушаю, у меня тоже действительно есть друзья, у которых есть проблемы с работой. Я действительно кому-то порекомендую, у кого я, как мне кажется, есть определенного рода вот такие вот навыки необходимые, сантехминимум, вот набора навыков, то я действительно порекомендую, потому что многие просто не понимают. У нас реально в стране очень многие профессии считались стыдными. Вы же помните, как раньше у нас там еще в советской власти относились, например, к профессии продавца. Торгаж. Это тетка с золотыми зубами, хамка стоящая, так сказать, в грязном там белом халате, где-нибудь в магазине, и все, вот это реально был такой имидж. И поэтому естественно и профессия риэлтор, тут есть ощущение, что что-то жулики какие-то опять что-то втюхивают, там что-то парят и так далее. То есть вот, к сожалению, вот эта имиджевая сторона, она очень невысокая у нас, в отличие от Америки. Кстати, я хотел спросить, а как в Америке-то работалось риэлтором? Это же, наверное, вообще особый опыт. Да, это был очень полезный опыт, и, конечно, работалось очень сложно, потому что у меня, ну первое, с чего начинает риэлтор, когда он приходит, ему говорят, пиши список всех твоих друзей, родственников, знакомых, начиная с детского сада. И у нормального человека, который родился, допустим, в Ленинграде, вот этот список, если вы всех напишите, да, там, начиная с детского сада, школы, института, всех работ, у вас будет под 100 человек. И там дальше, как бы, надо со всеми связаться, сказать, вы в новом бизнесе, есть ли какие-то проблемы, консультации, все бесплатно, для вас все сделано в лучшем виде, если я не знаю, у меня вот есть брокер, он вообще самый лучший. Вот. Когда я приехал в Америку и стал работать риэлтором, у меня в списке было два человека. Из близких. Да, и мне, нет, у меня других просто не знал, да, и мне сказали, да, парень, у тебя проблемы. Вот. Мне очень тяжело было начинать. Ну и потом, когда я работала, с одной стороны, мне очень повезло. Мне вообще в жизни очень повезло с людьми, которые меня учили. Вот. Мой брокер, она как бы бывшая женщина, которая в свое время 20 лет назад выехала из Венгрии, Элизабет Бернат, она действительно много времени со мной потратила, чтобы учить, и она как раз меня научила тому, что никогда не нужно останавливаться вот в том, что ты делаешь. Вот. Никогда. У меня был такой случай, когда я все ходил, так сказать, по домам, никак не мог ни одного договора заключить. И потом она сказала, ну ладно, я пойду с тобой, и мы уже ходили-ходили два часа, и все уже дошли, и все уже, все. Я говорю, ну, ну, Элизабет, ну, не мое, не мой этот бизнес, все, пошли в офис. Она говорит, ну, Алекс, ну, давай вот горку еще поднимемся на эту, и тогда, как бы, так сказать, вот пойдем обратно. Я говорю, так, Элизабет, смотри, там дома, там, да, я смотрю, дома, громадные участки, там, по миллиону долларов. Я начинающий риелтор, как, куда идти? Она говорит, ничего, пошли. Представляете, и там мы заключили пиарлистинг, ну, точнее, с ее помощью, конечно, но не важно. То есть, когда вы что-то делаете, никогда не забывайте, что вы так близко к достижению цели, только не останавливайтесь, сделайте еще один шаг, и вы будете успешными. Можно еще одну историю расскажу? Очень интересно. Вторая история, потому что в Америке у меня было мало сделать, скажу честно, поэтому они особенно запомнились. Можете себе представить? Через год, когда я уже работал риелтором, значит, звонит мне диспетчер, говорит, Алекс тебя спрашивает там, такой ты такой-то. Я говорю, все отлично, я буду в офисе, через час приезжаю, встречаю там с пожилой парой. Они говорят, мы хотим купить таунхаус для нашего сына, он поступил в Калифорнийский университет в Риверсайде, нам надо купить ему небольшой там таунхаус. Нет проблем. Ну, все, мы находим подходящий таунхаус, и когда уже подписано уже эскро вся инструкция. Вот, я тогда спрашиваю, скажите, а как вы меня нашли? Я все боялся спросить, чтобы не дай бог попасть в дурацкую ситуацию. Как вы меня нашли? Он говорит, ну как же. Все очень просто. Мы, говорит, пошли с сыном в кафе, которое в университете, вот, и когда мы покушали, официант нас очень хорошо обслужил. Мы спросили, не знает ли он хорошего риелтора. Он сказал, я знаю классного риелтора, это Алекс Романенко. Он вам дал мне ваш карточку. Представляете, я вспомнил, как только я приехал в этот Риверсайд, когда я пошел первый раз там, то разный свой день рождения первый в Риверсайде, да, у меня там была небольшая группа, там 4 человека. Это действительно официант классный, он у нас классно обслужил. А я тогда уже получил первый так называемый кип, да, как бытовой, как открытки, которые нужно было рассылать каким-то своим будущим клиентам. Я не знал, кому послать. Я написал там на адрес вот этого кафе, этому Джону официанту, большое спасибо за классное обслуживание, все было супер. Он говорит, конечно, я вас порекомендовал, я работаю 25 лет, вы первый, кто прислал мне открытку, сказал спасибо. Понимаете, то есть я в чем говорит, никогда всегда говорите спасибо, потому что это тоже будущие сделки, и это будет работать. Благодарность – это супер инструмент вообще в бизнесе, в коммерции и в космосе. Да, поэтому я как риэлтор слабый, вот, потому что я не могу вот это вот держать нагрузку клиентами, вот, я больше по стратегии. Ну да, у вас 1200 человек в причинении, так что вам есть чем заняться. Александр Ильич, у нас последние 30 секунд, минуты, да, условно говоря. Можете дать людям свои вот какие-то рекомендации, буквально через запятую, что вы считаете самым важным, ну, для вас в бизнесе, в жизни, как хотите, вот на ваше усмотрение. Вы знаете, я абсолютно убережен в том, что когда вы определились, чем вы хотите заниматься, нужно в это верить. Вот, вера обладает колоссальной энергией. Это не только в спорте, это касается в любом деле, которым мы занимаемся. Это точно, абсолютно. Верьте в свою судьбу, верьте в себя, и все у вас получится. Это чрезвычайно важно. Второй момент, еще раз, это упорство, о котором я говорил. Не останавливайтесь, когда вы что-то делаете. Делайте следующие шаги. Это вам поможет. Это тоже очень важно. А что касается риэлторского бизнеса, еще раз хочу сказать, не спешите заключать договор с первым попавшимся риэлтором. Наведите справки, кто он, что он, где он работает, как много он работает, есть ли у него аттестат, какие у него рекомендации. И только после этого заключайте договор. Я обижен в том, что риэлтор должен быть семейным, так же, как врач или строитель. Потому что, так же, как и врачей, строителей у нас много, которые работают, извините меня, не очень профессионально. Но есть настоящие профи, и именно их нужно найти вам. Тогда все будет хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо огромное, Александр Юрьевич. Мы сегодня получили много информации по недвижимости, по риэлторскому бизнесу. Мы получили информацию по жизни от очень интересного человека с очень интересными историями. Друзья, спасибо вам большое. До новых встреч в эфире. Всех вам благ, всего доброго. Счастливо. Спасибо, большая удача.